Друзья, всем привет! Наконец-то пришла весна на дворе 2 марта 2018 года на улице минус 12 градусов и у нас появилась возможность снять новый Volkswagen Tiguan, который в принципе уже можно назвать не новым я думаю уже весь мир ожидает рестайлинговую версию, суть в следующем вот этот автомобиль начинается по цене от 1 миллиона 350 тысяч рублей и доходит до 2 миллионов 200, 2 миллионов 500 тысяч рублей с дополнительными пакетами и вот когда этот автомобиль появился на российском рынке, он действительно вызвал ажиотаж очереди выстраивались в автосалон, все хотели Tiguan за 2 миллиона рублей, за 1 миллион 800, в общем денег нет, но деньги как бы есть многие сравнивают этот автомобиль с прямыми конкурентами, Mazda CX-5, Toyota RAV4, Honda CR-V обо всем этом мы сегодня поговорим, но я не буду приводить какие-то примеры, сравнения я постараюсь объективно рассказать за его плюсы, минусы, за что здесь хвалят его владельцы, что здесь не хвалят в общем, обо всем этом по порядку, но выводы делать только вам, начинаем прямо сейчас прошло несколько лет, как автомобиль покатался по России, покатался по всему миру и вот сейчас мы можем трезвым взглядом оценить его внешность вот когда он появился, что все говорили? ааа, классная тачка, смотрите какая она привлекательная, она симпатичная, она агрессивная по сравнению с предыдущим Tiguan это вообще земля и небо в чем-то это было действительно так машину мыли несколько дней назад, она сейчас немного грязная, но это нам даже на руку, чуть позже покажу почему смотрите, ценник начинается 1 миллион 350 тысяч рублей что вы за это получаете? двигатель 1.4 125 сил, он может идти как на механике, так и на роботизированной коробке передач разгон и там и там примерно 10,5 секунд автомобиль при этом весит порядка 1 тонны 600 килограмм оптика там будет естественно необычная, никаких диодов в нашем случае идет двигатель 2 литра, 180 сил, бензиновый комплектация Highline, здесь есть дополнительный пакет вот этот автомобиль стоит примерно 2 миллиона 400 тысяч рублей рассказывать вам о том, как светят фары, что они когда поворачиваешь руль, поворачивают вместе с тобой я не буду, вы все это прекрасно знаете точно так же я не хочу делать особых выводов по внешнему виду но вы все видите автомобиль, вот на вкус и цвет товарищей нет одни говорят, что это убожество, другие говорят, что это действительно круто, это интересная машина, она симпатичная лично мое мнение такое вот смотри, это не до Touareg вот Touareg в этом дизайне будет гораздо симпатичнее, гораздо эффектнее выглядеть вот если ходить вокруг автомобиля вживую, вот смотришь под некоторыми углами, он действительно смотрится привлекательно вот с некоторых ракурсов встанешь, особенно когда машинка грязненькая, вот издалека отойдешь он такой какой-то вроде бы небольшой, маленький, хочется чего-то более массивного за интерьер это вообще отдельная песня, поговорим чуть позже но факт не в этом что нас интересует всех в первую очередь, это техническое состояние автомобиля вот давайте откроем капот и посмотрим, что нас встретит там а встречает нас здесь 2015 год, как представлен был автомобиль платформы MQB, большая часть силовых установок идет от Volkswagen Golf 7-го поколения по сути, вокруг все запчасти, все какие-то расходники где-то пересекаются вроде бы недавно еще мы снимали Skoda Super так вот, можете посмотреть видеоролик, там тоже есть полезная информация, на мой взгляд двигатель 2 литра, 180 сил есть также в линейке двигатель 2 литра, 220 сил это абсолютно разные двигателя и вот он, конечно же, очень интересен изначально я думал, что нам дадут именно его немножко расстроился, тем не менее смотрите, многие жаловались раньше, что присутствует масложер это действительно было на сегодняшний день, если вы почитаете отзывы владельцы пишут, все, проблема решена дилер говорит, конечно же, решена новый Volkswagen, мы все доработали тем не менее, нахожу такой интересный отзыв человек пишет, сделал замеры, проехал 10 тысяч погрешность составила, ну, по расходу 500 грамм то есть, 50 грамм на 1000 километров и выставлять это как претензию с одной стороны, это вроде бы, ну да но с другой стороны, 50 грамм на 1000 км я думаю, это допустимые показатели смотрите, в чем плюсы вот ваговских вообще двигателей то, что они действительно технологичные они очень хорошо едут в паре с роботизированными коробками передач здесь стоит 7-ступенчатая роботизированная коробка DSG с мокрым сцеплением естественно, многие скажут, DSG это фуфло я частично с этим даже соглашусь почему? вот я, например, бы побоялся брать эту машину из расхода того, что я хочу на ней проехать 200 тысяч километров я уверен, что здесь проблемы с ней будут присутствовать конечно же, в каких-то случаях люди катаются очень аккуратно регулярно меняют масло за всем следят а здесь это нужно обязательно делать заправлять автомобиль лучше всего 98-м бензином в общем, если вы владеете Тегуаном и проехали на нем больше 150 тысяч и у вас не было проблем как с двигателем, так и с коробкой обязательно напишите об этом в комментариях было бы интересно почитать, есть ли вообще такие люди уже неоднократно говорили за саму коробку, что она больше настроена на спортивную езду в тот же самый момент она не очень любит пробки вот люди некоторые пишут ну вы что, не умеете коробкой пользоваться нужно ездить аккуратно когда стоишь в пробках, переводи ее в ручной режим сам ставь передачу в общем, начинаются полезные такие, знаешь, лайфхаки в этом плане, конечно же, однозначно минус тем более, когда садишься на эту машину вот эти характерные переключения передач поначалу, ну, как бы, знаешь, неприятно но я понимаю, что со временем привыкаешь в этом плане нам знакомый шестиступенчатый автомат гораздо приятнее и надежнее потому что, ну, что за фигня я покупаю машину вот я езжу, например, по Москве, Московской области почему я должен в пробках что-то там куда-то переключать переводить, чтобы она лучше работала чтобы она дольше прожила мне хочется сесть и ездить так, как я езжу то есть я нажал тормоз, нажал газ нажал тормоз, нажал газ и ездил а здесь же за всем нужно следить и вот самое, что интересно со всеми, с кем бы я ни общался вот у кого есть фольксвагены, шкоды до 2016 года, для объективности отмечу все жалуются на то, что до 100 тысяч как минимум меняли сцепление собственно, вот это больше всего волнует людей и если смотреть на автомобили вторичного рынка то здесь, как обычно, кот в мешке вот казалось бы, совсем недавно я вам говорил ребята, есть там подборщики пожалуйста, обращайтесь к ним нет, все равно люди пишут, спрашивают ну, как вот ты думаешь, там, за миллион машину можно хорошую найти за полтора миллиона крайний раз напоминаю то, что есть автоподбор BB это мои товарищи они могут найти вам автомобиль на вторичном рынке как в Москве, Московской области и городе Твери ссылку на них оставляю в описании переходите, спрашивайте, общайтесь вот покупай новый автомобиль один значимый плюс три года гарантии и 100 тысяч пробега вот это, конечно, классно то, что купил машину ездишь, не паришься многие люди за три года проезжают 70-80 тысяч в лучшем случае если поговорить о чиповке моторов первое вот наш двигатель паспортный разгон 7,7 до первой сотни двигатель 2 литра 220 сил 6,5 до первой сотни и ведь всем со временем этого становится мало хочется больше есть стейдж 2 есть официальная информация что вообще вот эти двигатели рассчитаны на 400 сил я говорю про 220 сил который двигатель можно сделать прошивку будет там примерно 350 сил 550 крутящего момента и разгон примерно 5 секунд с небольшим и вот говорят прошивка без следов откатывается обратно какая при этом надежность вот двигатель может и рассчитан на 400 сил но при этом не рассчитан на все остальное форсунки насосы, турбины выхлоп, система охлаждения смазки, коробка, привода в общем чтобы сделать нормальный стейдж 2 нужно делать не прошивку а нужно делать это комплексно вот в первую очередь стоит сравнить этот автомобиль с машиной Гольф Р там все по-другому поэтому чиповать автомобиль с одной стороны можно твоя машина делает все что угодно тем более если ты ездишь аккуратно ну знаешь так вот разочек разогнаться показать в городе всем кто здесь папа можно сделать но с другой стороны вся ответственность лежит на тебе касаемо масложора в чем собственно проблема к 70-100 тысячам обещают то что начнет все равно двигатель жрать масло связано это с тем что верхние компрессионные кольца остались очень тонкими экономия, экология снижение трения и так далее таким образом к ним вот к этим кольцам вся претензия они изнашиваются начинается масложор что делать? следить за маслом если это появляется соответственно самый простой способ это поменять кольца еще нередкие жалобы идут на газораспределительную систему под замену идет распредвал когда люди приезжают к дилеру конечно же он говорит то что плохое качество топлива тем не менее если сделать хорошую диагностику ошибка вылетает и этот случай является гарантийным в остальном подкапотном пространстве больше пожаловаться не на что все проблемы в принципе известны с этим двигателем с коробками поэтому сами знаете зачем здесь нужно следить идет у нас газоупорный держатель хлипенький но тем не менее стоит штатно что не может не радовать все равно удобно когда раз открыл капот и он есть места очень много в подкапотном пространстве дыры большие но в целом автомобиль у нас сейчас в хорошем состоянии новый тестовый автомобиль дилерский идем дальше подвеска на автомобиле стоит передняя амортизационная стойка типа макферсон задняя независимая многорычажная обе идут со стабилизаторами смотрите 18 колеса у нас идут вот я вам говорил в начале машинка слегка грязная и нам это будет на руку вот обратите внимание когда летит вся грязь у нас в автомобиле стоит система кругового обзора вот казалось бы да вот посмотреть на автомобиль он не особо грязный тем не менее камеры уже запачканы и если сейчас включить заднюю передачу круговой обзор все мутное поэтому как таковой функции от этого вообще нету вот задняя камера еще более-менее чистая все видно вот по кругу все размыто вот круче всего камера была установлена на hondi accord которую мы снимали там реально она сделана по такому принципу что машина вся грязная но камера реально очень чистая картинку вводит идеальную автомобиль у нас идет с клиренсом 200 миллиметров здесь стоит полный привод 4 motion он был разработан еще в 1998 году крутящий момент здесь направляется косям в зависимости от дорожных условий подключения происходит автоматически то есть когда вы трогаетесь на автомобиле изначально он идет с полным приводом но когда вы набираете скорость едете по городу он уже становится как бы переднеприводным автомобилем тем не менее находятся люди которые утверждают что полный привод здесь постоянный работает всегда как минимум 5-10% крутящего приходит на заднюю ось если посмотреть что пишут про него люди кто делает хороший на него тест-драйв обзор выводят его на заснеженные места пытаются куда-то в горочку заехать естественно в этом случае полный привод работает постоянно но вот доказать что он постоянно работает когда вы едете 150-160 по ровной дороге я думаю то что все-таки он будет больше полнопривода здесь я конечно могу ошибаться если ты эксперт обязательно напиши в комментариях как он действительно здесь работает система состоит здесь из следующих элементов дифференциал передней оси раздатка кардан заднего привода муфта муфта здесь идет халдекс пятого поколения если поговорить о предыдущей версии то там очень многие люди жаловались на работу АБС что якобы некоторые даже в связи с некорректной работой попадали в дорожно-транспортное происшествие здесь же вроде как нареканий таких не замечено болячь какое-то подлечили поэтому эту зиму люди откатались без проблем мы плавно с вами перемещаемся к задней части автомобиля вот оцените сами состояние внешний вид автомобиля на мой взгляд конечно круто выглядит в заднем фонаре они идут диодные вот на самом деле вот так вот походить сзади, спереди в принципе смотрится достойно, симпатично все равно как-то маловато машинка что меня смущает вот в нашей версии конкретно вообще позорно выглядит выхлопная система хотя есть более продвинутые версии с обвесиками там выхлопная система идет раздвоенная машина выглядит действительно спортивно есть версии как для города есть версии якобы для бездорожья ну как для бездорожья для проселочной дороги там меняется передний бампер он просто становится с большим свесом вот в чем здесь плюс если вот эту часть сейчас убрать то сюда реально поместится четыре колеса запасных это действительно очень круто то есть ты можешь положить свою зимнюю резину летнюю резину закрыть дверь и поехать дальше вот сегодня наблюдал в салоне такую картину когда люди положили четыре колеса они как бы вошли но нажимая на кнопочку до конца дверь закрыться не может нужно дать немножко силы вот покажи багажник 615 сил самый большой багажник в классе как они заявляют с одной стороны берешь вот это вот такая вот думаешь что тут за ерунда а с другой стороны какие-то две пластиковые штучки и уже становится ну вот видишь так вот чуть-чуть ты поторопился и неудобно идет докатка я надеюсь то что никому никогда не придется в своей жизни докаткой пользоваться чтобы все вы ездили по нормальной дороге не попадали ни в какие происшествия что у нас еще здесь есть есть розеточка можно сложить задний ряд сидений на самом деле в этом плане вот тигуаны очень хорошие что они знают такие трансформеры роботы вот открыли багажник все положили здесь есть различные автоматические системы то есть ты можешь там ногой провести и откроется дверь про это вы все знаете это не самое интересное пойдемте потихонечку назад вот для кого сделала машина да вот кто-то скажет для молодых людей вот я спрашиваю менеджеров кто покупает все покупают молодые парни берут люди берут с детьми пенсионеры берут в общем все кто хотят машину берут 2200 стоит комплектация раньше за эти деньги можно было взять Toyota Land Cruiser Prado либо еще какой-то другой дорогой автомобиль давайте я присяду в машину оп места здесь в принципе достаточно вот сейчас сидишь вроде бы маловато но можно еще чуть назад отъехать машина деформируется вот этот столик конечно многие про него говорили реально прикольная вещь удобная особенно когда у тебя есть дети то что ты можешь поехать с ними покататься я надеюсь он не сломался то что ты можешь поехать с ними куда-то там в путешествие в небольшое передвигаться по городу разложить им там книжку он сидит читает там либо кушает мамори сидит рядом в общем в этом конечно плюс подголовники активность что можно настраивать под себя есть сзади подогрев сидений конечно с точки зрения укомплектованности машина реально классная шумоизоляция здесь гораздо лучше но сейчас даже сравнить Mazda CX5 там тоже достойная шумоизоляция в общем для комфорта машина реально подходит вот у нас идет например панорамная крыша с панорамной крышей также были проблемы вот конкретно на этом автомобиле на дилерском потекла крыша потому что забились дренажные отверстия есть такая проблема у всех у тех у кого она собственно установлена люди с этим сталкиваются за этим конечно же нужно так же следить но неприятно будет когда ты так вот осень или весна открываешь дверь а у тебя вот потеки просто реально полным полно воды в салоне сидеть удобно здесь как бы врать я не буду вот сзади мне даже кажется круче чем спереди спинку тоже можно откинуть настроить в общем с точки зрения эргономики для задних пассажиров сделано все очень круто кнопочки есть открыть окошко погреться можно когда я первый раз зашел к официальному дилеру Volkswagen и сел в Tiguan я на самом деле удивился смотришь ценник автомобиль стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей садишься тряпочный салон сидели с механическим приводом про это все говорят все отмечают эти недостатки что машины дорогие за такие простые вещи казалось бы нужно еще доплачивать в нашем случае салон с кожей идет ну это кожзам есть электропривод сидений память но в тот же самый момент руль идет с механикой вот на что обращаю внимание если пойти слева направо дверь достойно сделано все симпатично придраться не к чему руль сам по себе интересно сделан удобно симпатичный руль приборная панель идет у нас цифровая конечно же это дополнительный пакет эта опция идет не на всех автомобилях вот сейчас вы смотрите наверняка скажешь нифига себе кнопочки точечки циферки всего полно но поездить 20 минут уже привыкаешь все прекрасно понимаешь смотрите с момента запуска средний расход 34 литра но в реале расход на нашем автомобиле примерно 11-12 литров по городу переходя к центральной консоли нас здесь конечно же встречает цветной многофункциональный дисплей в более топовых версиях он идет полностью сенсорный сейчас у нас здесь все исправно работает машина прогрета когда холодная машина конечно же может что-то подтупливать машина дорогая есть множество доп. оборудования но тем не менее навигации нет что нужно доплатить опускаемся ниже здесь у нас идет управление климат-контролем ниша всякие USB-шечки и так далее селектор переключения передач заводится автомобиль с кнопки есть автохол в общем машина хорошо укомплектована но с другой стороны понимаешь все хвалят вот эргономика у немцев эргономика вольсвагене там шкода ауди все классно мне честно говоря здесь как-то вообще некомфортно вот сидишь руль вроде бы классный все вроде бы удобно сделано но с другой стороны как тут сидишь не знаю подлокотник маленький внизу находится качество отделочных материалов я даже трогать не буду одни говорят плохое другие говорят достойно это каждый решит для нас сам но все равно как тут знаешь не создается мне уюта у пассажира вообще места очень много даже как-то знаешь такое ощущение как будто ты сидишь в каком-то ну не тигуанчик в таком семейном классном автомобиле кроссовере для города в какой-то такой здоровой машине хотя она ну не здоровая то есть возможно сделали для того чтобы было комфортнее руль высоко задра то есть там ноги проходят в общем здесь каждое решение пусть принимает для себя сам честно говорю не как Mazda дрочер там еще что-то в CX5 мне как-то гораздо комфортнее привлекательнее находиться в общем за интерьер можно говорить бесконечно вот смотрите верхняя часть например автомобиля конечно же можно включить подсветку все есть вот я сажусь в автомобиль да ну вот я езжу на Мази на Ниссане вот садишься в новый автомобиль все равно чувствуешь себя знаешь как обезьяна какая-то вот здесь по идее нужно нажать куда-то отсюда должна открыться подочечник но он не открывается вот я возможно что-то делаю неправильно возможно он где-то в другом здесь месте спрятан бывает в дверях но я его не вижу неужели ты тоже знаешь как дополнительная функция что хочешь подочечник 15 тысяч давай будь тебе подочечник тачка напоминает стоит 2 миллиона 300 или 2 миллиона 400 тысяч рублей наша в общем на дворе пятничный день ни в какие говны в снега мы не поедем на ютюбе очень много авторов появляется все снимают автомобиль рассказывают показывают и есть достойные тесты где покажут на проходимость данный автомобиль мы отправимся в город и посмотрим какие эмоции он подарит от передвижения по городу поехали 40 газ в пол ну неплохо подрывчик есть конечно не прям вау повторюсь в начале ролика сказал что хотелось бы конечно покататься на тягуане 2 литра 220 сил там динамика конечно будет космос с точки зрения управляемости но здесь к немцам особо не придраться особенно на крейсерских таких скоростях до 100 км в час городских скоростях это вообще 40-60 ну блин мало машин сегодня на которых будет дискомфортно ездить поэтому передвигаться на машине хорошо зеркала боковые в принципе маленькие но обзорность достойная все видно отклик на педаль газа конечно же бывает с небольшой задержкой но в принципе если кататься газку-газку даешь и потом даешь газку машина едет сказать что она тупая какая-то знаешь заторможена нельзя коробочка все-таки шустро работает ну и звук приятный газу даешь машина пошла поехала с точки зрения эргономики и общей посадки за рулем вот с левой стороны сидишь комфортно с правой стороны ну уже так себе подлокотник действительно очень низко расположен дотянуться до кнопок легко когда тянешься вот даже сейчас я случайно перевел коробку из режима D в нейтраль то есть ну знаешь спорное ощущение я считаю что у фольксвагенов могло бы быть и покруче вот к примеру если сесть в Торек там совсем другая картина переводя коробку в ручное управление мы можем самостоятельно скинуть пару передач вниз даешь газку и машина действительно едет еще интереснее звук ну достойный не сказать то что это какая-то знаешь такая балалайка но прет уверенно то есть с точки зрения города реально круто оцените атмосферу оцените вообще состояние дорожного полотна какой вообще разговор здесь может быть о работе подвески жесткая она не жесткая в нашем случае самое главное что машина хорошо держит дорогу вот перестраиваться влево вправо очень комфортно не напряжно смешанные чувства вызывает автомобиль вот сидя внутри кажется что он вроде бы как семейный всякие эти ниши возможности трансформировать салон с другой стороны когда выезжаешь на дорогу и понимаешь как едет машина как работает коробка как работает тяга двигателя думаешь ну какая она семейная кататься и гонять с семьей это разве нормально нет но вот запас мощности здесь действительно есть это как раз для тех кто говорит я хочу себе купить машину с таким двигателем чтобы можно было уверенно выходить на обгон мне не нужна овощная машина я хочу дать газ чтобы машина поехала я думаю это как раз вот о Volkswagen Tiguan вот версия 180 сил версии с двигателем 1.4 однозначно гражданские конечно же если ты молодой парень либо вот хочется каких-то эмоций от автомобиля надо брать 220 сил и брать его в спортивном таком обвесике черный на черных дисках вообще реально смотрится очень круто и вот от такого автомобиля ты будешь действительно получать драйверские ощущения а если грамотно сделать чип тюнинг так и вовсе ты будешь первый парень на деревне но каких-то прям насыщенных чувств не знаю конкретно у меня машина ну блин для меня когда такая знаешь скучная ну вот серьезно на самом деле такое ощущение как будто я взял ее у отца что ли или там блин ну деда взял прокатиться поездить на время вот сижу мне 27 лет купил бы я ее себе ну точно нет то есть что-то бы я смотрел другое я бы лучше скорее взял бы себе там какой-нибудь Passat CC еще что-нибудь но вот Tiguan для меня вот вообще никак вот еду вроде бы все классно и едет машина вроде бы внешне симпатичный интерьер на мой взгляд вот конкретно мне вообще он не нравится то есть сижу в машине ну знаешь ты видишь просто по лицу ну не то как-то вот вроде бы здесь но не так не лежит знаешь к нему душа другие автомобили даже та же самая CX-5 поинтереснее там находиться друзья самое время делать выводы касаемо внешнего вида конечно же автомобили нельзя назвать страшным касаемо эргономики здесь каждые выводы сделают для себя сам с точки зрения надежности да у автомобиля есть свои косячки за которыми нужно следить за которыми нужно смотреть но все эти болячки уже давным-давно известны и стоит отметить ради объективности что пока что вот на новую Tiguan повальных жалоб прям жестких нету да люди жалуются на какую-то ерунду ну например я находил отзывы что хром там начинает где-то облазить что задний дворничек некорректно работает омывательная система тоже плохая в общем это все мелочи которые можно встретить абсолютно на любом автомобиле от себя как обычно я вам советую прежде чем покупать автомобиль пройдитесь по всем конкурентам покатайтесь на каждом если есть возможность возьмите автомобиль на длительный тест-драйв хотя бы на неделечку таким образом все посмотрев пощупав вы сможете сделать правильный вывод и купить тот автомобиль который будет вас радовать постоянно конкретно за этот автомобиль я выражаю огромную благодарность группе компаний автоспецентр в них входит большое количество брендов все их перечислю в описании к этому видеоролику для того чтобы вам было удобнее смотрите если вы захотите какой-то автомобиль себе приобрести пишите мне я вас напрямую сведу с хорошим менеджером который сделает для вас как минимум скидочку какой-то подарок в общем сделает вам хорошее предложение я не утверждаю что это предложение будет самое лучшее вы придёте к ним и купите по самой низкой цене нет но как минимум вам будет от чего отталкиваться на этом у нас на сегодня все обязательно подписывайтесь на инстаграм канал там выходит только анонсы всех видеороликов на канале обязательно подписывайтесь на канал пишите в вашей комментарии что вы думаете по этому автомобилю ставьте лайки ставьте дизлайки обзывайтесь и будет у всех хорошее настроение. Всех с наступлением весны. До новых встреч. Пока-пока.